Весну готовится встретить пораньше. На дворе 16 февраля и подходит к завершению пятый день масленичной недели. На ближайших выходных по всей стране пройдут народные гуляния, посвященные проводам зимы. В прошлом году широкая масленица развернулась неделей позже, в следующем же она придется на начало марта. Объяснение этому календарному передвижению есть. Точка отчета для вычисления его дат служит главный христианский праздник Светлой Пасхи, временные координаты которого из года в год меняются. Вопрос о времени празднования Пасхи очень долго обсуждался Древней Церковью, и все пришли к выводу, что она должна соответствовать той Пасхе, которую совершил сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому основными важнейшими факторами для определения этой даты является день весеннего равноденствия и полнолуние весеннее. И таким вот образом определяется первое воскресенье за вот этими двумя астрономическими данными. К 21 веку даты Пасхи предопределены и рассчитаны на много лет вперед. Их можно легко узнать, заглянув в церковный календарь. Однако так было не всегда. В прошлом кропотливые расчеты проводились регулярно для каждого конкретного года. С развитием науки предприняты попытки рационального осмысления, определяющих его физических переменных. Так, в 1800 году немецкий ученый Карл Фридрих Гаусс разработал даже математический алгоритм, предназначенный для установления дат празднования Пасхи для любого года. Формула позволяет рассчитать день Пасхи католической. Православные же христиане при этом принимают во внимание еще одно обстоятельство. В православной церкви существует серьезное ограничение. Православная Пасха не должна совпадать или быть раньше еврейского праздника Песах. А он, в свою очередь, тоже определяется не так просто. Но, по сути говоря, он проходит всегда между 15-м Ниссаном, это еврейский месяц, и 21-м. И в этом году еврейский Песах заканчивается 7-го апреля. А даты равноденствия весеннего и лунного полнолуния, они раньше этого. Поэтому воскресный день, первый после совпавших вот этих событий, является 8-е апреля. Таким образом, в этом году за ранним проводом зимы последует и одна из самых ранних Пасх. Верующих ожидает 48 дней строгого поста, который начнется с будущего понедельника после воскресных масленичных гуляний. Каждый из дней сырной седмицы, как еще называют масленицу, имеет свою роль. И особо важная задача для человека у последнего масленичного дня, у воскресенья, которое, как известно, носит название прощенного. Вступить в Великий пост нам рекомендует и настоятельно рекомендует Святая Церковь с чистой совестью, с чистым сердцем. Для этого необходимо спросить прощения у близких, дальних, знакомых, может быть, даже мало знакомых людей. И спросить искренне и безусловно. Естественно, что накапливается, может быть, груз каких-то или обид, или недовольства. И поэтому мы стараемся в этот день и спросить друг у друга прощения. И основания для этого, наверное, есть. Традиция проодов зимы, дошедшая до наших дней, является примером того, как древние обычаи были восприняты христианской культурой. Прославление сил природы, ожидание тепла и общая радость по этому поводу – явление универсальное для всех людей. В нашем районе в воскресенье масленичное гуляние состоятся в двух главных парках – в Сестрорецких Дубках и в Зеленогорском парке культуры и отдыха. А в субботу храм Петра и Павла проведет праздник с традиционными народными играми для маленьких прихожан.